В прошлой серии наёмники за то, что я им помог, дали мне тот самый артефакт. Даже не верится. Теперь эту диковину зоны мне надо доставить зверю и получить свою долю. Надеюсь, подвоха тут нет. Если вам нравится это прохождение, не забудьте оценить его своим новогодним лайком. В комментарии предлагаю написать, какое место в зоне лучше всего годится для того, чтобы переждать зиму. Приятного просмотра. Я на локации Затон. В прошлой серии мы получили артефакт от наёмников. Холодная кровь, вот он у меня. Это всё было очень странно. Я не знаю, почему они мне его так просто отдали, и я уверен, что тут не всё так гладко. В чём-то есть подвох. Возможно, они мне что-то подсунули, и сейчас мне придётся с этим столкнуться. А может быть, я просто наговариваю, а это действительно какие-то добрые наёмники. И за какой-то калаш, там, 107, да, отдали мне артефакт, который стоит миллион рублей. Сейчас проверим. В любом случае, артефакт я принёс этому товарищу, и давай мы теперь с тобой пообщаемся. Зверь. Я нашёл артефакт. Вот, держи. Так-так, сейчас проверим. Жду. Подожди. Сейчас свяжусь с заказчиком. Хорошо. Зверь связывается с заказчиком и разговаривает с ним. Ну, что там? Зверь разговаривает и говорит, подожди. Хорошо. Вот же наш герой нетерпеливый. Это не тот артефакт. Как не тот? Где ты его взял? На наёмников поработал, и они мне его дали. Хе-хе-хе. Ну ты лошара. Красиво они тебя развели. Как ребёнка. Я реально лошара. Поубиваю этих наёмников. Либо. Ладно, хер на них. Непонятно только, что мне теперь делать. Хм. Типа мне дают выбор. Замочить наймов. Либо. Ну, допустим, я не знаю, что мне теперь делать. Ну, я постараюсь решить мирно это всё дело. Не парься. Я тут нарыл немного информации. Есть один сталкер. Зовут Саня Снайпер. Бывший долговец. Сейчас охотником стал. Так вот. Возможно, он знает, что к чему. Сходи к нему и поговори. Может, что и узнаешь. Спасибо за информацию. Я пошёл. Давай, жду новостей. А почему Саня тебе, например, сразу не мог всё рассказать? Хорошо, Саня у нас где-то тут. Попутно нам, наверное, стоило бы зайти на ВНЗ, чтобы выполнить квест найти документы работы на торговца. Ну, так, чтобы было, знаешь, почему бы и нет. За мной бегут химеры. А тут у нас, оказывается, база бандитов. Мужики, а вы чё, мне нейтральны? Ничего себе. Тут есть какой-то персонаж, видимо, уникальный, раз он так отмечается. Здорово, дядь, я не могу с тобой поговорить. Потому что у меня тут иконка сна горит. Ага, вот так можно. Здравствуй, ты кто? Здорово, сталкер. Меня кличут валет. Я в зоне уже не один год. А с кем имею честь беседу вести? Я? Хандур. Вот пришёл на вашу базу в поисках работы, понятно. Работа есть? Короче, напали мутанты во время диалога, шикарнос. Работа есть, и это хорошо, что ты ко мне обратился. Мне как раз нужен такой человек, как ты. Слушаю. В общем, дело было так. Когда открывался путь в центр зоны, я, как и многие, решил тоже попробовать добраться до него. Нашёл пару проводников, бандюков, соотечественников хреновых. Думал, что они нормальные пацаны. А они меня до затона довели. И говорят, плати нам вдвое, чем обещал, если хочешь до Припяти дойти. А нет, вали на все четыре стороны. Ну, я и пошёл на эту базу. Разговаривал с паханом по этому поводу. Так тот сказал, что сейчас других дел по горло. Нет времени разбираться с твоими кидалами. Отморозился, в общем. Короче, они поступили не по-пацански и должны отвечать за свои гнилые поступки. Я хочу, чтобы этих уродов на свете не было. Ну, а тебе за эту работу заплачу пять тысяч рублей. Согласен? Согласен, хорошо, скинь координаты. С этим разобрались. Пять тысяч рублей, ну ты... Короче, напала Химера в виде какого-то либо Яугая, либо что это за монстр, из какой игры, тоже понятия не имею. Да нет, это не Яугай, ты чё? Ну, хорошо. Слушай, а бандитов ведь нам убивать не надо. Они для нас нейтралы. Нам просто тут надо где-то найти записку и, в принципе, всё. Вот, это, видимо, пахан местный. Здорово, пахан. У тебя для меня нет никакой работы? Здорово, хантер. Есть тут одна. Ты как раз вовремя обратился. Слушаю тебя. Короче, мои ребята жалуются на большое количество зомбированных на территории лесопилки. Мол, они не могут нормально пройти этот кусок дороги. Так вот, мы решили взять эту территорию под контроль нашей группировки. Ну, а чё? И мои жаловаться не будут, и место там прибыльное. Будем с новичков бабло за проход требовать. Если ты нам поможешь, то я тебе заплачу 15 тысяч рублей. Согласен? Согласен? Нет, в другой раз. В смысле? А, со второго раза согласился. Чей ты был? Ладно, хорошо, мэн. Но я вообще сюда пришёл, чтобы найти записку. Найти документы. Сталкер попросил найти некие документы на территории ВНЗ Круг. Взамен он щедро вознаградит меня. Нужно их найти. Ну, давай найдём. Пока понятия не имею. О, рюзачок. Ты чё, прикалываешься, что ли? Это что? Ну, это, походу, типа бандитский общак. Ам, да я же не могу его лутать. Чё-то как-то странно, друзья. Ну, это, скорее всего, бандитское. Да, однозначно. Если я его возьму, неужели они это, типа, схавают и ничего со мной не сделают? Да и скрипты я боюсь какие-то сломать. Может быть, мне в награду бы потом дали этот глаз дракона, поэтому я пока брать не буду. Здорово, бандит, как дела? Здорово, Хантер. Дела у прокурора. А у нас смертных просто делишки. Слушай, ты не хотел бы немного лавехи? Что нужно делать? Я тут слыхал, что возле упавшего вертолёта, который рухнул в аномалию неподалёку от нас, есть шикарный пистолет. Я как-то смотрел на него с бинокля, но мне туда впадлу лезть. Ещё в аномалию попаду, а вот если ты мне его принесёшь, то я тебя бабосиками вознагражу. По рукам? По рукам. Однозначно. Так, а ты бы меня не мог в ту комнату пропустить? Вот мне кажется, что там может что-то лежать, дружище. В общем-то, мы вроде как у всех взяли квесты. Ну, единственное, что они поговорили вот с торговцем где-то тут. Угу. У тебя тоже будет работа какая-то, да? Особенная в продаже. У тебя что, то же самое? Нет. Штурмовой Галилы, Лэрочка, снайперская. Ух ты, чё, у него тут только нет. И бронекостюмы разные. Экзоскелет бандитов, прикинь. Работы нет? Есть. Что нужно делать? Понимаешь, Хантер, у меня есть тайник с очень хорошим вооружением и перепасами. Он у меня лежит там на чёрный день. И этот день сегодня настал. Мне нужно, чтобы ты забрал мой тайник и принёс мне его сюда. А я тебе заплачу приличную сумму. Блин, по-моему, абсолютно такой же диалог, как у Ноя. Вот прям один в один. Ноя мне то же самое говорил. В общем-то, с диалогами тут явно, ну, слабенько, что ли, скажем. Ну, с диалогами, да, очевидно, слабенько. Итак, я вроде со всеми поговорил. А, разве что с этим торговцем нет. Обалдеть, у нас с вами квестов. А я так и не нашёл записку, да? Записку, документы на территории этой локации. Вот этот вот дурак меня не пропускает. Мне кажется, тут что-то лежит. И, возможно, он отойдёт только после того, как я ему принесу. Вот как вариант, возможно, что именно так. Хорошо, давайте тогда выполним второстепенные квесты. Вот уникальный пистолет для него принесём и проверим, отойдёт или не отойдёт. Тем более, что тут совсем близко. Ух ты, там кровососы. О, какая красота. Три кровососа, неплохо, неплохо. Ничего себе, он улетел от выстрела Абакана. И остался последний. Всё, вроде как всех умерщвилил. Теперь бы как-то аккуратно подойти. Плюс у меня, блин, здоровье будет подъетаться. О, как хорошо, что у меня есть таблетка. Правда, действует всего 60 секунд. Давай попробуем пробежать по-быстрому. Блин, ещё бы так пробежать. А, ну всё равно попал, ну ладно. Так, кровососов, я думаю, особо нет смысла обыскивать. А, пистолет просто валяется, ясно. Тут тоже какие-то приколюхи из оригинала. Отлично, возвращаемся. Что там был за пистолет? Это был Берета. Хорошо. Но я бы не сказал, что это прям какой-то супер пистолет, как он там говорил, этот бандит. Пистолет как пистолет. Здорово. Вот пистолет. Молодец, пацанчик. Держи, как я обещал, твои лавандосики. Работу ты выполнил, так что гуляй. А я буду своей волыной любоваться. Давай. И вот интересно, он сейчас отойдёт или не отойдёт? Потому что в ту комнату я не могу попасть, кроме как вот... Ну всё, всё, успокойся, что ты мне махаешь. Ой, дурак, ясно всё с тобой. Ладно, я пойду поговорю с другим торговцем. Потому что я тут поговорил с уникальным персом, а с торговцем нет. Вот ещё один тут какой-то. Как дела? Заро, Хантер. Дела вроде нормально. Торговля потихоньку идёт, прибыль есть. В общем, хорошо всё. У тебя как? Да тоже вроде ничего. Работу подыскиваю. У тебя нет ничего на примете? Да есть тут одно дельце. Слушаю. Ну, в общем, слушай. До меня тут дошёл слушок, что один сталкер знает, где находится очень ценный хабар. Но просто так он вряд ли что-то расскажет. Попробуй предложить ему деньги. Вот, держи. Думаю, 15 тысяч ему вполне хватит. В общем, сделай что хочешь, но если хабар будет у меня, я заплачу тебе 10 тысяч и хабаром поделюсь. Хорошо. Попробую уговорить сталкера. А где он? Ууу, ну тут у нас по всей локации, в общем-то, квесты появились. А дуралей с места так и не сошёл, ты представляешь? Да кому ты махаешь, дурак? Ай. Ну ладно, может быть записка и не там. Тогда где? Ну не записка, а документы. Ну типа, привет. Какой-то рюкзачок тут лежит. Пустой, ясно. Я вот побаиваюсь, тут хабар брать, ребят. Помните? С глазом дракона, со всеми делами. Именно потому, что я боюсь сломать какой-то сюжет. Ну что это такое? Это, ну как, такой жирный тайник не может быть. Это однозначно склад группировки. И просто так вот взять? Ну ты серьёзно, что ли? Да нет, что-то я вообще вот обыскал уже, столько много всего и ничего не нашёл. Неужели нам нужно куда-то спускаться в подземелье, именно где были кровососы? Вероятно. Давай так и сделаем. Хм. Прыгнул сюда, тут какой-то ящик. В ящике. Ух ты, вот это, кстати, хороший, очень хороший артефакт, Василиска. Радиозащита плюс 100, ты чё смеёшься? Да. Нехило, нехило. Что тут ещё полезного? Ну в общем-то, от аномалии он неплохо защищает. Ну и вес плюс 2 килограмма вообще шикарный. Кстати, характеристика. Ну ставим что? Лё, то посмотри, как у меня просто все характеристики бустятся. Я уж не говорю про радиацию, она просто до фулов. Обалдеть. Ну остальное тоже забираем. Ну хорошо, тайник, здорово. Но мы так не нашли документы, ребят. Я вообще не имею представления, где они. Вроде всё ВНЗ обыскал. Ладно, пойдём по квестам пока. Ближайший квест это у нас уничтожить отряд бандитов, которые кинули валета. Пойдём. Ага. Что это было? Блин, подождём. Был один нейтральный, и я что-то расстрелялся и начал в него стрелять. Может быть с ним можно было поговорить и о чём-то договориться? Чё думаете? О, тот вообще упал. И он как раз в Севе самый интересный. И у него да, в принципе, ничего особого. Хм, смотри. И последний нейтрал. Я попробую, конечно, с ним заговорить. Надеюсь, игра не вылетит. Да, с ним можно заговорить. Он нейтрал. Но я думаю, что всё-таки это просто какой-то баг. Поэтому мы его кладём. И, в принципе, этот квест мы выполнили. Хорошо, а дальше что? Дальше, наверное, лесопилку зачистить. Я уже слышу ту стрельбу. Возможно, это отряд бандосов, которые гасит зомбарей. Я сейчас им должен буду помочь. Да, да, да. Да, действительно нейтрал есть. Ого, тут зомбарей. Посмотри, сколько их. О-о-о-о. Кто-то из бандосов вроде раненым упал. Давай попробуем помочь. А, игра вылетела. А, понятно. Обновлено. Тут как-то странно реализованы квесты. Маркер вешается на одного какого-то врага. Его достаточно убить, и квест засчитывается. Но очевидно нам, конечно же, что нужно весь отряд перебить. Но, скорее всего, тот, кто разрабатывал мод, просто не умел делать. Ой, граната. Квесты таким образом, чтобы только после уничтожения группы засчитывался квест. Ну, а нет, ничего страшного, в принципе. Мы непривередливые. Радует, что тут, в общем-то, хоть бандиты появились. И мы с бандитами атакуем, а не... Просто я бы один пришёл, всех перебил, и, типа, вот, должны появиться бандиты. Так, ну что? Мы перебили всех. Тут уже даже кто есть? Группа сталкеров. Но бандитов мало осталось. Чё, вот я только одного вижу. Говорить я с ними, конечно же, не буду. Два, три, четыре. А сколько всего было? Ну, сколько тогда было? Эй, чё такое? А это красный бандит почему-то. Ладно, я, наверное, уйду отсюда. Да, да, по мне стрелять какие-то бандиты. Это, скорее всего, отчасти связано с тем, что я того... Блин, слушай, а я уже сохранился, да? Ну, помните, я убил нейтрального бандита? Я вот подумал прямо об этом. Ну, давай сразу пойдём проверим на базу, не стали ли они для меня врагами. Ну, чё я смогу уже сделать, если вот так подумать? Вряд ли уже что-то я смогу сделать. Скорее всего, ну, с автосейва перезагружаться, очевидно. И того нейтрального бандита в расщелине не убивать. А... Ну, у меня была возможность натравить мутантов на Нивло. Возможно, они бы его убили, и квест бы засчитался. Вот я прям как знал, а? Как думал. Пожалуйста, уже есть красные бандиты. Ну, да, видимо, для меня кто-то покраснел, потому что тут как будто поуменьшилось их. Мужики, вы чё? Не понял, ты чё ко мне подбежал? Чё-то как-то странное тут. Фигня творится всякая. Но пока никого не вижу. Пахан, задание выполнено. Лесопилка зачищена от зомбированных, и теперь полностью под вашим контролем. Отличные новости, Хантор. Ты молод... Вы молодец. Что? Ко мне бандит обращается, вы молодец. Много зомбированных было? Да немало. Десятка три. Ну что, Пахан, я свою работу сделал. Твой черед платить. Да вот, держи, как я обещал, 15 тысяч рублей. Ещё раз спасибо, что помог нам. До встречи. Представляете, я помог бандитам, чтобы они трясли сталкеров. Ну вот я какой-то просто плохой человек. Валет, задание выполнено, бандиты устранены. Вот и славно, вот и хорошо, что эти собаки покоятся в земле матушки. Держи свои деньги. Спасибо. До встречи. Стоит также отметить, что квесты однотипны. Вы не думайте, я не обстираю мод. Я рад, в принципе, любым модам на сталкер. Просто я, так скажем, оставляю какой-то свой фидбэк, какой-то свой отзыв. Хотя уже, конечно, поздно, потому что мод вышел года 2 или 3 назад. И, конечно, разраб уже и вряд ли сам это видео посмотрит. И, не знаю, занимается ли он разработкой какого-то нового мода. Но тут квесты второстепенные и очень однотипны. Я уж не говорил о том, что у одного из бандитов квест был «Принеси мне что-то из моего тайника». И там под копирку, в принципе, как у Ноя диалог. Согласитесь, что ну, ну такое себе. Ладно, вот как раз я иду по этому квесту, забрать вещи из тайника. А так я бы хотел, конечно, забрать «Глаз дракона» плюс 50 килограмм. Это очень нехиленько, извините меня. Я подхожу к месту, тут были собачки и, ну, в общем-то, серьёзно, что ли? Это вот твой набор. Причём этот квест мне кто дал? Да, мне этот квест дал торговец. И вот опять-таки, в чём логика? У торговца настал чёрный день, да? Хотя у него там в продаже такие сумасшедшие вещи. И он мне говорит «Принеси мне вот этот мой тайник, а в нём калаш, две пачки патронов и там что, гранаты что ли были, аптечка?» Да, ушки. Ладно, остался последний квест. Это поговорить со сталкером, который нашёл тайник. Конечно, ближе главный сюжетный, но я думаю, давай второстепенно уж выполним и потом вернёмся туда. О, подожди, сталкер-то загрызён, смотри, чё за бред. Он загрызен или загрызён, как правильно-то сказать? Его сожрали, короче говоря. Да отстань ты шавка от меня. И вот сейчас надо понять, это его по квесту типа загрызли? Или вот так вот получилось? Обыскиваем. А-а-а, вообще шикарно, его случайно загрызли получается. Дениса Козыря. И то есть я с ним должен был поговорить, но он дохлый и... О-о-о, какая красота просто. Из какого... Ну, понимаете, у меня на этой локации только один сейв. Это квик-сейв, когда я сейчас подбегал к этому месту. И получается, что Дениса уже загрызли. Ребят, ну я не буду из-за этого перезагружаться, однозначно. Я вам сто процентов говорю, я из-за этого и загружаться не буду. И последний раз идут проверять. Но он ещё живой. Так, ну нет, посмотри, подожди, он живой был. Или есть? Он что-то там за кустами спрятался, я не вижу. Что это такое, блин, собаки и квест в NPC ещё и смертный в одном месте спаунятся? Вот это прикол, я снимаю. Так, дурак, здорово. Ты живой? Здорово, сталкер, что делаешь? Здоровей, видаря, а ты кто? Меня зовут Хантер, до меня дошёл слушок, что ты нашёл очень ценный хабар. Может, ты мне его отдашь? Естественно, не забесплатно. Либо. Мне важно, как меня зовут, важно, для чего я здесь. Мне сказали, что ты знаешь, где находится некий уникальный тайник с хабаром, который мне очень нужен. Так что у тебя есть одна попытка, чтобы обо всём мне рассказать, а иначе... Ну давай сначала по-хорошему. А об какой сумме идёт речь? Я заплачу тебе 15 тысяч рублей. Да, я согласен. В общем, слушай. Этот тайник с хабаром я нашёл в пещере, недалеко отсюда. Он и до сих пор там лежит. Я просто взял то, что мне было необходимо. Остальное оставил там, но потом. Есть одна проблема. Иногда там бывает контролёр, так что будь осторожен. Иногда. Спасибо за информацию. Держи деньги, как я обещал, 15 тысяч. Ладно, контролёр-то контролёр. В принципе, не страшно, наверное. Но попробуем замочить контролёра. Патроны какие-то имеются. Я уже думал, всё, пора кони двигать. Квест будет просто висеть из-за того, что его там скушали. Но нет, нормально. Так, у меня так сильно двоится в глазах, что я не понимаю, куда стрелять. Еле-еле, блин, убил, дурачка. Да не, на самом деле, он какой-то вообще такой был. Особо не сопротивлялся. Ладно, забираем всё, что тут имеем. Где тайник? Вот в ящике, наверное. Предварительно находим сталкера Майорона. Причём, знаете, что забавно? Я уже Майорона спасал. Ну, наверное, это типа он. И это типа хабар. Хорошо, сколько он весит? Хабар ценный, весит 7,5 килограмм. Неплохо. Всё, мы можем возвращаться обратно на базу бандитов. Так и поступим. Вот твой тайник. Держи. Потерянные предметы. А, ну да, это тайник. Хорошо, 7 тысяч. Удачи. Вот этому чуваку требовался вот такой вот тайник, который он у меня забрал. Да. Действительно тяжёлые времена. Батон, вот твой хабар, который тебе нужен. Молодец, Хантер. Как ты договорился со сталкером, который его нашёл? Да нормально, всё прошло. Как ты его уговорил? Сильно ломался. Я же тебе сказал, уговорил и уговорил. Чё ж ты такая натоидливая-то, а? Это не важно. Давай лучше деньги и часть моего хабара. Выбирай, что хочешь взять из тайника. В нём присутствует оружие, припасы и шлем. Давай оружие, может быть там что-то интересное будет? Ака? И 10 тысяч. Серьёзно, ака? Да у меня такой же в тайнике лежит. Да там всё, в принципе, шляпа. Шлем я тоже могу себе прикупить, хотя, возможно, он подороже, конечно, будет. Ладно, с этим разобрались. Теперь что, идём по основному сюжетному квесту? Да, ну только предварительно кое-что продадим. Починиться было бы не лишним, но, я так понял, техника тут нет. Он вроде жив. Хорошо. Здравствуй, сталкер. Ты Саня-снайпер? Сталкер-одиночка. Хантер? Что-то имя твоё знакомое. Мы раньше нигде не встречались? Не знаю. Зона маленькая, так что всё возможно. Я вспомнил. Когда-то, в 10-м году, военные решили сделать облаву на всей территории зоны. Я тогда ещё в рядах солдатом был, и долг принимал тоже участие в этой зачистке. Вот там-то я тебя, наверное, и видел. Ну, скорее всего. Потому что мне твоё имя тоже знакомо. Давай с тобой водки выпьем? Ну, давай. Берёт бутылку водки и начинает пить горла. Делает то же самое. Так что ты хотел, Хантер? Саня, мне тут шепнули, что ты знаешь что-то об артефакте Холодная Кровь. Это правда? Да, знаю я тут кое-что. Что? Давай так договоримся. Услуга за услугу. Хорошо, давай. Что тебе нужно? Ты бы не мог мой тайник забрать возле Северных Ворот в лесу. Может, есть какой-то другой вариант? Понятно. Заплатить денег. Ну, а, ребята, а смысл? Может, нам просто заплатить? Ну, давайте хотя бы один раз проверим, что это такое. Есть одно дельце, на тайник тебе было бы легче забрать. Но там посмотрим. Продолжай. В общем, до меня дошел слушок, что у наемников неподалеку отсюда на станции переработки отходов появился очень любопытный ноутбук, который некоторым людям в зоне очень необходим. Если ты мне его добудешь, я помогу найти, то зачем ты ко мне пришел? Хорошо. А, то есть так даже, да, я-то думал, что деньги придется платить. А оказывается, что он мне альтернативный дает квест. Неплохо. Ну, по сути, он мне сказал, что надо было идти в лес, а лес у нас вот где. Ну, если он этот лес имел в виду. А тут, конечно же, намного ближе к наемникам-то. И плюс ко всему, наемников я перебивал, их может там вообще не быть, если они по-новой не заспаунились. Давайте посмотрим. А, понятно, есть. Ну, ладно, я думаю, что не беда. Чё, думаете, их много, что ли? Ну, да, вообще-то много. Ноутбук просто на полу валяется, красота. Заспаунился, так заспаунился, вопросов нет. Ладно, возвращаемся. Вот ноутбук, который тебе был необходим. Я нашел там, где ты говорил. Вот, спасибо. Ну, ты как, сложно было? Какая разница? Главное, что я его добыл. Ты лучше расскажи мне насчет артефакта «Холодная кровь». Слушай, раньше его все находили в городе Припись, но с тех пор, когда все тропы пропали из-за очень большого количества выпавшего снега, и теперь только весны ждать, чтобы попасть туда, тебе нужно найти легендарного сталкера по кличке Лесник. Может, он знает, где его искать. Спасибо. А ты не знаешь, где мне Лесника искать? Я слышал, что он отправился на завод Юпитер. А куда конкретно, я не знаю. Ты бы лучше сходил на станцию Янов, поговорил бы с местными сталкерами. Может, они видели его или разговаривали с ним. Спасибо. Тогда я отправляюсь на Янов. Понятно. А чё, у тебя ручки такие короткие, или мне кажется? Идти и найти того сталкера, чтобы он тебе сказал «Сначала сделай мне услугу, потом я тебе скажу». Сделаешь ему услугу, а он тебе говорит, что нужно идти к тому сталкеру. Ты идёшь к тому сталкеру. Он тебе говорит, что для начала окажи мне услугу. Тогда я тебе скажу информацию. Ты оказываешь ему услугу, он тебе говорит «Иди к другому сталкеру». Красота, да? Ладно, окей, переходим и идём на станцию Янов. Субтитры создавал DimaTorzok